И снова привет, друзья! Мы продолжаем серию гайдов по игре Frostpunk. Если я смог вам помочь в предыдущих видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, будет очень круто. Вот, ну и сегодня нам нужно добиться уже чего-то новенького. В принципе, у нас уже есть такая продвинутая добыча, которую мы сделали в прошлой серии. Все у нас потихонечку добывается, к нам и шагает потихонечку робот, к нам идет наш разведчик домой и несет нам немножко ресурсов. Что мы хотим сделать? Мы все-таки хотим, наверное, увеличить количество складов на данной этапе, вообще какие-то цели себе выставить на данную серию. Например, я хочу все-таки после изучения улучшения складов продолжить в виде такой штуки, как теплица и улучшение санитарного пункта. Но до изучения этих двух вещей я все-таки займусь улучшением генератора, а не его радиуса, дабы пережить холода, которые однозначно нас ожидают впереди. Вот, поэтому мы дожидаемся, пока наш улучшится склад, а пока что поставим новый. Ну и, собственно, продолжаем что-то делать. Не знаю, насколько склад должен стоять рядом с обогревателем. Наверное, вот сюда я его воткну. Давайте, да, вот так. Здесь мы проведем вот такую вот дорожку, потому что я планирую эту дорожку провести потом чуть дальше. Наверное, вот даже вот сюда сразу. Вот, ну и, собственно, давайте запустим времечко. Можно даже побыстрее это сделать, потому что у нас тут не должно быть никаких проблем. Кстати, я бы хотел сделать так, чтобы мои люди все-таки питались обычной пищей, потому что им надоели уже супы, и они немножко недовольны этим делом. Давайте новые исследования закидываем, а именно улучшение генератора. Воркшопы работают пока что эффективно у нас, по 100% у каждого, это очень гуд. Здесь у нас тоже есть людишки, которые, собственно, что-то делают. Тут у нас тоже все добывается. По поводу наших постов добычи, мы видим, что все довольно-таки неплохо, по 27 единиц угля. Уголь копится очень быстро, нас это устраивает, но, в общем, все хорошо. Нам главное пережить холод, который будет через день. Ну и, если честно, хотелось бы добыть еще каких-то нам персонажей в наше поселение, потому что, ну, людей можно побольше уже завести, так как есть для этого подготовленные места. И мы можем выбрать то, что мы будем хранить на нашем складе. На нашем складе, я думаю, что мы будем хранить уголь. Для начала, ну, хотелось бы, конечно, еще с едой что-то сделать, но сейчас изучится, точнее, уже изучилась наша технология, и все-таки побольше мы будем хранить. Ну и, как я говорил, давайте после отопления займемся все-таки едой и здоровьем. Давайте теплицу организуем. Хочется просто сделать так, чтобы никаких проблем у нас вообще не возникло по поводу еды и основных ресурсов, и, собственно, заниматься развитием поселения. Это мы будем делать постепенно. Сейчас придет наш разведчик, он принесет нам уголь. Мы можем ввести закон. Давайте подумаем, что мы сделаем. Я думаю, что мы сделаем кладбище. Да, мы его и сделаем. Собственно, нужно поставить это самое кладбище. Давайте кладбище просто поставим. Пусть оно будет. Вот как раз здесь для него есть местечко. Вот сюда воткнем его. Вот. А здесь мы будем строить еще одну паровую станцию. Ну вот наш, кстати, разведчик принес нам уголь еще и паровое ядро. Это гуд. Сейчас придет, кстати, еще и робот. Тоже хорошо. Давайте по технологиям зайдем. И вот сюда, наверное, я хочу поставить нашу вот эту вот паровой узел. Да, вот так мне нравится. Еще расширим нашу территорию. Конечно, количество угля нужно... Так, стоп, секундочку. Я не заценил следующее. До куда он здесь дойдет? А, ну вот так. Вот так нормально, кстати. Да. Да, вот так хорошо. А если вниз, кладбище не берем. Ну давайте возьмем кладбище. Все-таки, конечно, никто у нас еще не умер. И это, на самом деле, достаточно серьезное достижение. Потому что, когда я только начинал, у меня все умирали в первые дни. Нашего разведчика мы отправляем, например, вот в эту обсерваторию. Надеюсь, что он там найдет нам каких-то выживших. Которые к нам примкнут. И мы сможем радоваться жизни вместе. Смотрим, что надежда немножко возросла. Это хорошо. Обещание выполнено. Единственное, что непригодная пища. Я не знаю, что им не нравится. Но пока что просто да, там всякие супы у нас. Сейчас начнут уже новые производить пайки. Будет все у нас хорошо. И уйдем мы в теплицу. Собственно, вот тот самый робот, которого я вам обещал в прошлой серии. Но здесь, правда, вылетели какие-то пиксели к чертовой матери. Но ничего страшного. Этот робот поможет нам добывать ресурсы. Его можно направить на какое-нибудь здание вместо рабочих. И, собственно, тем самым не привлекать никаких рабочих сюда. Собственно, об этом нам сейчас и сообщат. Мы изготовили первый автоматон. Но, правда, мы его не изготовили. Но ладно. Это значительно поднимет вашу экономику. Автоматоны могут заменить целые бригады рабочих. Они работают круглосуточно. Ненадолго прерываясь лишь на дозаправку у генератора. Можно изучать улучшения. Повышать их эффективность и производительность. Мы вас услышали. Собственно, пока что мы его закинем, наверное, вот сюда на уголь. Этого нашего дружище. Он, светя фонарем, дойдет до туда обязательно. Прокрутим немножко время. И что мы видим? Пока что ничего мы не видим. Давайте еще покрутим. Я думал, просто какое-то сообщение выскочило важное. Там просто они балаболят. Ну вот, у них еще много дел. Это я с ними полностью согласен. Давайте-ка изучите нам теплицу, пожалуйста. Я, наверное, думаю, что нам бы инженеров еще хотелось бы. Которых пока что у нас нет. Давайте посмотрим, как этот робот... А что такое, дружище? Ты что делаешь? Ты промазал, что ли, или что? Ну-ка, объясните-ка нам. Нет, он просто что-то с ума здесь начал сходить. Надеюсь, что он дойдет до нужного места. Очень на это надеюсь. Да, он просто тут разворачивался. Ему было не пройти. Сейчас он присядет, как бы, вот сюда. Начнет добывать нам все это дело. И, в общем, нам это надо. По поводу угля. Мы пока что не будем изучать никакие угольные шахты. Я просто возьму и поставлю вот сюда еще один пост добычи. Да, только если мы, конечно, захватим это дело. Блин, а вот здесь не хватает нам местечка. Печальненько. Хотя вот здесь можно, да, попробовать? Конечно, это неэффективно. Ладно, хорошо, мы сделаем здесь. Принимаем мы это решение. Вот таким вот образом. Он, кстати, достанет вот до этого железо. Но железо уже разобрали, поэтому хрен ты с ним. Разведчика мы ожидаем, который дойдет куда-нибудь. Ожидаем мы теплицу, которую мы сразу однозначно построим. Видим, что наш робот присел на наше замечательное здание. Начал добывать нам уголь. Уголь расходуется, кстати, уже очень быстро. Давайте вот сюда мы засунем еще 10 человек. Чтобы уголь все-таки шел хорошенечко так в плюс. Ну да, в плюс он идет. Вот и теплицу мы изучили. Давайте ее, собственно, построим. Теплицу, соответственно, тоже нужно строить в пределах зоны действия. Не знаю, куда мы ее воткнем. Она достаточно много места занимает. Давайте, наверное, вот сюда мы ее воткнем. Да, вот сюда мне нравится. Соответственно, дорога к ней должна идти. Все как всегда, ничего не изменилось. Ну, уже наше поселение достаточно приобретает такой интересный внешний вид. Нам что-то хотят сообщить. Паровые ядра. Мы только что впервые использовали паровое ядро. Паровые ядра необходимы составляющие... Паровые ядра. Мы только что впервые использовали паровое ядро. Паровые ядра необходимы составляющие особо сложных технологий. Производить паровые ядра в городе нельзя. Остается лишь надеяться, что разведчики будут находить их в ходе эксплуатации. Экспедиции. А, что с языком? Ладно, найдем мы их. Но в экспедициях однозначно. У нас доступно еще пять детей. Девать их пока что некуда. Уголь потихонечку капает. Вроде все хорошо, да? Давайте оценим ситуацию. Да, пока что он идет в плюс. Но все-таки нам нужно будет сейчас думать уже про угольные шахты. Почему-то я не поставил никакое исследование. Давайте сделаем так, чтобы наши люди быстрее лечились, эффективнее на 10%. И уже следующим этапом будем уходить в уголь. Собственно, вот у нас теплица. Здесь могут работать дети. И это гуд. Наш дружище, походу, пошел на подзарядочку. Да, потому что мы как помним, что он может немножко подсесть у нас. Ну да. Вот так это выглядит. Вот так он заряжается. Заряжается он, например, прямо с правого центра. Это на самом деле довольно-таки неплохо. Вот. Ну и нам нужны еще людишки. Еще людишки нам нужны. И вот молодой человек доходит. Давайте смотреть. Мы дошли до обсерватории. Здесь есть выжившие. В обсерватории чего-то не хватает. Снег покрывает драгоценные инструменты, а купол открыт. И из него поднимается тонкая струйка дыма. Внутри кто-то есть. Исследователь. Солнце затухает. Вместо астрономов мы видим несколько наших пропавших. Они говорят, что пришли сюда за помощью, но все были мертвы. Астрономы продолжали наблюдение, пока не умерли от голода. Из-за чего такого важного они пошли на смерть. Ответ мы обнаружили в их заметках. Сокращение солнечной активности нельзя объяснить лишь дымом южных вулканов в Атваспере. Солнце затухает. Эх, ну такая штука. Ну что, сопровождаем наших выживших. Тут целых 19 инженеров. Это очень гуд. Нам как раз нужны инженеры. Буквально через 9 часов они к нам примкнут. И мы сможем уже что-то прикольненькое сделать. Ну, пока что мы подготовимся. Я все-таки, наверное, сделаю еще одну мастерскую. Вот сюда вот. Потому что я хочу этих инженеров впустить на исследование. И изучить более крутые штукенции. Потому что после этого я сразу хочу уйти, наверное, в шахту. Потому что я пока что не очень понимаю, насколько нам хватает того, что у нас есть. Есть, конечно, угольная печь. Она сжигает в жарком пламени до 70 единиц древесины. За обычный рабочий день производит 210 единиц угля. Но тут придется тратить и древесину. Но можно при этом улучшить лесопилку на 25%. Тоже штука достаточно прикольная. Просто вот-вот уже завтра наступят холода. Нам понадобится большее количество угля. Наш уровень мощности уже на второй этапе. Кстати, можно было включить пока что первый. Вот таким вот образом. И не тратить столько угля. Я немножечко затупил. Но уж извините, пожалуйста. Ничего страшного. Такое тоже случается. В принципе, всем достаточно тепло. Сюда нам тоже нужны рабочие. Я думаю, сейчас это все дело у нас организуется. И мы посмотрим, как это будет выглядеть. Сейчас как раз подойдут наши выжившие. Еще одна пачка. И все будет гуд у нас. Смотрите, недовольства нет вообще. Больных только двое. Я думаю, что они будут выздоравливать. Конечно, в идеале нам перейти еще на следующий уровень технологий. Мы это тоже, наверное, сделаем в скором времени. И буквально уже часик остался до того момента, как к нам придут наши люди. Посмотрите, ни одного больного, недовольства минимальное просто. Это просто шикарные новости. У нас все получается. То есть все-таки я не ошибся, делая все именно через такой путь. Возможно, есть еще варианты. Но, тем не менее, мы пошли именно этим путем. Есть у нас похоронная церемония. В принципе, уровень надежды падает вдвое. Наверное, меньше из-за смерти. Давайте вот это издадим. Мало ли кто-то умрет, а расстраиваться никто не будет. Это вообще супер хорошо. Буквально с минуты на минуту уже придут к нам наши поселенцы, которых мы раскидаем по рабочим местам. Место мы однозначно найдем. И вот 6, 4, 3, 2, 1. И вот они. 11 рабочих инженеров, целых 19 человек и детей 4. Хорошо. Давайте нашего дружище отправляем исследовать дальше, что у нас тут есть. Жуткая пещера. 15 часов для прибытия. Давайте отправляем его сюда. Что мы будем делать дальше? Мы распределяем наших рабочих. Температура падает, ребят. Температура падает. Распределяем максимум сюда людей. Сюда инженеров максимум распределяем. Это тоже нам нужно. И посмотрим, что у нас. Минус 40. Я поднимаю уровень мощности генератора на одну полосочку. Давайте посмотрим сейчас, как только он нагреется. То есть это занимает какое-то время. Все-таки это все дело заработает. Сейчас мы прямо подождем, вместе с вами глянем, как это работает. И будем радоваться жизни. И... Оп! Все работает. Я считаю, это хорошо. Все шикарно. Никто не замерзнет, никто не умрет. Такая температура нас уже не испугает. Далее температура опять повысится. Мы сможем переключиться на предыдущий уровень и радоваться жизни. Поэтому все будет гуд. Кстати, хочу обратить внимание, что по количеству жилых домов мы тоже попали прямо в точку. И все у нас хорошо. Поэтому никому дополнительно строить ничего не нужно. Единственное, что я бы убрал бы, наверное, вот здесь детей. Добавил бы инженеров. Я думаю, они поэффективнее бы делали все это дело. Потому что дети, пусть они немножко откисают, поддохнут. Добывают ли здесь у нас уголь? Да, добывают. Правда, единственное, что здесь его не так много. Давайте попробуем сюда добавить еще инженеров. Возможно, это поможет нам производить больше угля. Наверное, все-таки вот эту хрень я поставил зря. Но мы ее разберем, если что. Кто не делает ошибок, тот ничего не делает. И будем строить уже полноценную угольную шахту. Вот, в принципе, есть вот здесь одна как вариант. Но мы подумаем, да, все-таки где сделать лучше. Может быть, где-то вот тут придумать. Потому что надо в эту сторону тоже будет двигаться. Так сказать, окружность занимать. Ну вот. Но у нас уже 151 человек живет в нашем поселении. Это на самом деле очень круто. Что-то здесь не так. Здесь нету угля. Да, мы видим, что угля не хватает. К сожалению, эффективность снижена. Собирается есть 4 человека. Один работник производит 10%. Базовая эффективность 60. Не совсем понимаю я, что не так. Давайте немножко покрутим, посмотрим. Может он поест. Ну вот, соточка эффективности. Да, наверное, вот эту хрень я зря поставил, в принципе. Ну уж ладно, что поделать. Такое тоже бывает. И изучена технология санитарного пункта. Теперь люди будут лечиться быстрее. Давайте что-нибудь следующее мы придумаем. Пока есть такая возможность. Все-таки угольную шахту, наверное, я бы хотел. И далее мы будем уходить вот сюда. Да, давайте начнем с угольной шахты. С деревом проблем нету. Немножечко со сталью проблемы. Но мы можем сюда запиливать, наверное, вторую. Вот такую вот шахту. Кстати, вот здесь одного рабочего не хватает. Давайте заценим эту ситуацию. Сталилетейный завод. Да, вот еще один сюда можно просто будет запилить. Только ему не хватает вот этой штукенции почему-то. Странно, вроде они на одинаковом расстоянии находятся, да? Что он уничтожит? Он уничтожит лес. Как-то непонятно, да? При этом вроде расстояние одинаковое, а поставить я здесь не могу. Странно. При этом здесь достает. Какой-то бред, если честно. Ладно, мы, в общем, пока не запариваемся со сталью. У нас 60 единиц есть. Сейчас главное изучить быстренько технологии, а изучаются они максимально быстро. Будем мы думать про шахту и про развитие наших добывающих инфраструктур. Наверное, не успеем мы изучить. Ну да, к сожалению, не успеваем. Но ничего страшного. Сейчас, кстати, наш разведчик через часик дойдет уже до того места, куда мы его отослали. Интересно, что он нам принесет интересного. Я надеюсь, что это будут люди. Потому что я хочу построить большое поселение. И, да, здесь выжившие. Давайте исследовать нажмем. Из пещеры, расположенной выше послона, наносились испуганные крики. Когда мы подобрались ближе, нам преградил проход несколько белых медведей. Люди оказались в ловушке. Звери пожирают одного за другим. Так, ну допустим. Не мешать медведям. Медведи убьют выживших. Рискнуть напасть на медведей. Люди в пещере будут жить. Разведчики сопроводят их в наш город, если они выживут. Ха, интересно. Ну, давайте спасать людей. Наши разведчики напали на медведей. Люди в пещере присоединились к ним. Общими усилиями зверей удалось прогнать. Затем они все направились в город. Шикарно. Разведчики не умерли. Все пошли обратно домой. Я думаю, что сейчас, когда они придут, мы посмотрим, нужны ли нам еще жилища. Потому что их может не хватать на самом деле. Но в целом, я думаю, все будет гуд. По еде давайте посмотрим, сколько у нас тут добывается. Пока что непонятно, да? Здесь доступно инженеров. Давайте инженеров сюда посылать. Потому что, наверное, они все-таки поэффективнее будут добывать нам пищу. Возможно, мы в скором времени откажемся просто от охотничьих угодий. Не знаю, нужно ли это вообще нам будет. И вот люди начинают заболевать. Кто же ты такой, интересно? Ну-ка, давай-ка выберем тебя. Дома у тебя в жилище приемлемо, а работы у тебя нет. А что ты болеешь тогда? Объясни мне. Я вообще не понимаю. Но такие они, ребята, в общем, не совсем понятные. В целом там. Давайте дождемся утра. Кстати, еще денек нам осталось жить в атаматском холоде. И дальше все будет хорошо. Танцующий робот не может успокоиться. Слушайте, достаточно много людей к нам пришло. 23 человека у нас остаются без крова. Давайте организуем 3 палатки тогда, раз такое дело. Я думаю, что где-нибудь здесь сейчас подумаем. Раз. Что тут можно придумать? Ну, давайте 2, ладно, здесь тогда 3. Вот таким вот образом. Здесь единственное, что дорожку нужно проложить, как всегда. Ну, и уже у нас 185 человек. Инженеры есть, которые прохлаждаются. Наверное, все-таки можно будет построить еще одну вот такую вот хренотень. Может быть, даже прямо сейчас я это сделаю. Пусть наши технологии изучаются максимально быстро, потому что затраты по времени уже достаточно серьезные. Вот так вот делаем. Собственно, строим и отправляем туда наших господ. Ожидаем наступления рабочей смены. Собственно, вот наша рабочая смена. Инженеры сюда приходят очень успешно и помогают нам изучать. Мы открыли достижение Oxbridge за такое количество наших ученых. Ну, и надо отправить куда-нибудь нашего дружище еще. Несколько разбитых машин. Признаков жизни нет. Вероятно, это наши машины. Будем надеяться, после аварии нам пришлось оставить в них часть припасов. То есть здесь припасы какие-то. Большая колонна. Несколько транспортных средств и палаток. Люди снуют между ними. От костра поднимается дым. Хотим ли мы людей или мы хотим ресурсы? Давайте людишек спасем. А то что-то как-то больно на все на это смотреть. Ну и, собственно, мы сейчас изучим технологию. Добавляем мы следующую, наверное, технологию все-таки. А именно, переход на следующий уровень ресурсов. Кстати, можем добавить еще разведчиков. Вот есть у нас стеной бур. Бурит склоны кратеров, в которых разморожены деревья. Бывшие лесом, пока лед не сковал их. Производит до 160 единиц древесины за обычный день. Хрен его знает. Но у нас всего лишь два вот этих паровых ядра на самом деле. Поэтому мы не знаем. Давайте я, наверное, хочу все-таки... Блин, что же я хочу? Может быть, улучшить пока что вот так? Давайте вот так пока сделаем. И будем думать, что делать дальше. У нас есть новая постройка по ресурсам. И это угольная шахта. Давайте смотреть, где мы ее можем разместить. Разместить мы можем ее тут. И еще мы можем разместить ее вот здесь. Здесь даже две. Давайте вот здесь ее размещать. Потому что здесь можно будет сразу и вторую запилить, если что. Получится ли у нас дорожку здесь привезти? Получается, да? Шикарненько. Что, дорожка проводится? Ну, конечно же, здесь понадобится нам наш замечательный паровой центр. Только на этот раз я хочу так не промазать, как в прошлый. Поставлю его как-то вот так. Да. Вот так будет нормально. Мы ему тоже зададим график работы. Он будет добывать так, как надо нам. Поэтому, ну уж, нормально все будет, я думаю. Ну и далее, когда мы изучим все-таки лесопилку, наверное, будем мы уходить во что-то еще. Типа, может быть, вот этого бура. Хотя я не знаю. Есть тут паровой угледобытчик. Но это, я так понимаю, тоже что-то связанное со стеной. Мы будем, наверное, уходить в чертежные приборы вот сюда. И развивать нашу, наши технологии, нашу экономику в целом. Конечно, можно было бы придумать обогреватели на рабочих местах. Или, может быть, даже бараки. Может быть, сейчас бараки я организую. Люди-то сейчас еще придут. Я попробую перестроить какие-то дома уже в бараки. Мне кажется, идея хорошая. Так, давайте здесь делаем с 8 до 18. Сюда мы запиливаем наших персонажей. 10 тысяч единиц угля здесь есть. И, собственно, мы начинаем его добывать. Видите, уголь потихонечку падает. Так что все-таки правильно, что мы расширили производство. Максимально это верное решение. Изучилось у нас все, что мы хотели. Давайте барак изучим. Хочется мне посмотреть, как это будет выглядеть. Чтоб наш город немножечко разросся. Выглядел поприкольнее. Давайте в теплицу заглянем. 3 единицы в час производится. Плюс охотники ночью еще приносят. Ну, в целом, мы видим, по запасам еды никаких проблем нет. Нас все устраивает. Поэтому, ну, все очень даже хорошо. И, собственно, заканчивается рабочий день. Мы можем издать новый закон. Блин, я даже не знаю, что уже издавать. Сортировка больных мне не нравится. Мы уже смотрели. Закон о дуэлях мне тоже не очень нравится. Вот продленную смену я бы, наверное, сделал. Немножко повысится недовольство. Но мы видим, что, блин, нам это вообще не страшно. Люди в целом довольны нашим правлением. Но 8 человек при этом находятся на лечении. Давайте посмотрим, сколько они будут лечиться. Может быть, выдадим им какие-нибудь пайки. Да? Ну-ка. Оп. Сократили в два раза почти что это дело. Сейчас мы изучим скоро лазарет. Уже будет немножко попроще с этим делом. Застраивать просто все этими пунктами нереально. Давайте вам тоже дадим. Как можно быстрее излечивайтесь. Немножко еды потратили. Но это вообще не страшно. Нас это не пугает. Но мы продолжаем все это дело. Ждем мы наши бараки. И, собственно, увеличиваем количество наших жителей. Я так понимаю, что в итоге у нас будет уже почти 200 жителей. И, ну, я считаю, что это достаточно круто. Конечно, по еде, возможно, будут какие-то просадки. Что мы можем сделать? Может быть, еще теплицу мы организуем. Еще одну где-нибудь запилим. Можно, кстати, знаете, как сделать? Время работы теплицы посмотреть. Она работает в целом постоянно. Да? Ей нужно тепло. Слушайте, ну давайте тогда... Да, наверное, где-нибудь тут будем сейчас думать. Потому что... Можно, конечно, было бы здесь. Но все-таки, да, у нее нет времени работы. А, нет, можно поставить с 8 до 18. А, с 8 до 8. Нет, с 8 до 18. И с 6 до 8. Давайте оставим именно так, как есть. Я вот здесь, наверное, запилю теплицу. Давайте, да, вот так. Не хочу я лишний строить просто этот хренов генератор. Но, в общем... Здание должно быть хотя бы прохладно. Ладно, хорошо, уговорили. Давайте, раз сейчас просто увеличивается количество людей, которые будут жить с нами, я увеличу, соответственно, и производство еды. Я думаю, это верное решение. У нас очень много рабочих ничем не занимаются. Наверное, я тогда займусь еще постройкой дополнительного количества угля, чтобы оно копилось. В принципе, ресурсы есть. Да? Только... Что еще раз не так? А, это не то здание. Все, понял. Базара ноль. Угольная шахта. Что у нас не хватает? У нас закончились ядра, ребят. У нас закончились ядра. Я на теплицу потратил. Ну, ладно, сейчас потеплеет. И мы, собственно, отключим наш генератор. Такое количество угля тратиться не будет. Вот, поэтому... Ну, все будет гуд. Все, температура падает. Сейчас посмотрим, насколько она упадет. До 30 градусов, я так полагаю, да? Да. Собственно, переводим людей... Переводим, точнее, нашу главную башню и все остальные в обычный режим. Все будет отлично. Сюда мы закидываем замечательных наших друзей-инженеров. Еще которых 10 целых человек. Еще 16 просто работников. Ну, вот мы видим, что 41 единица еды. Слушайте, мне, на самом деле, начинает не нравиться ситуация с едой. Она постепенно падает. Я хочу, чтобы у нас колония не оказалась в заднице по еде. Поэтому я буду придумывать, наверное, что-то, что нам может помочь. Давайте, наверное, куда-то вот сюда запилим еще один охотничий домик. Я думаю, что все будет окей в этом плане. Мы сюда закинем еще охотников. Они пойдут добывать нам пищу. Ну, в принципе, у нас теперь две фермы работают. В принципе, все гуд. Единственное, что, ну, надо просто почекать к концу дня и к тому времени, как появятся новые работники, как это все будет выглядеть. Слушайте, вот это вообще не работает. Я, наверное, это дело не демонтирую, потому что... Но это здесь не нужно. Мы видим, что просто не справляется вот эта хренатень. Давайте инженера сюда добавим. Попробуем, посмотрим, улучшим производство в целом. И будем радоваться. Здесь еще можно уголь, кстати, собрать. Ну, мы видим, да, что уголь упал сейчас, особенно за ту ночь. Достаточно серьезно он упал. И... Ну, нужно это, в общем, контролировать. Вот. Итак. Что у нас? Все вроде хорошо. Еда производится. Ресурсы имеются. Мы можем изучить что-то новенькое. Бараки мы изучили. Давайте переходить на чертежи. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что мы можем сделать. А мы можем как-то улучшить здание? Не можем, да? А построить как-то сверху? Да, мы можем перестроить уже имеющиеся здания. Давайте я вот так вот сделаю. Пока что, я думаю, этого будет достаточно, этого количества бараков. Ну и, собственно, вроде все гуд, ребят. Бараки сейчас достраиваются. Мы радуемся жизни. Уголь добывается. Все у нас хорошо. Наверное, я бы пока что людей столько свободных. Я отошлю их вот эти кучи угля собрать. Это достаточно быстро произойдет. Потому что, ну, мы сами видим, да, что тут эффективность будет соточка. Эти месторождения разработаем. Запасы у нас будут. И мы изучили новую технологию. С чем я вас поздравляю. Просто зайдем, щелкнем, что-нибудь еще интересненькое. Вот, например, теплоизоляция наших замечательных теплиц. Плюс один у них будет, да? Но это такое. И можем лазарет. Давайте лазарет изучим. У нас, правда, нету ядра, но мы его добудем. Поэтому это не проблема. Ну, в общем, ребят. Слушайте, у нас уже есть бараки. Посмотрите, все выглядит намного лучше, чем до этого. С чем я вас и поздравляю. Надеюсь, я кому-то смог помочь. Кто-то понял, что нужно делать дальше. Вам спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.